Как минимум, лидерство, организационную структуру и развернутую политическую программу. Объявить о запуске партии просто. Куда труднее реально её построить. Так Россия в 90-е годы была самой многопартийной страной в мире. Партий у нас было, наверное, сотни-полторы или больше. Ну и где они сейчас? Да и сегодня у нас десятки партий, но реально люди голосуют лишь за четыре. Те, кто в Госдуме. Будут ли в Белоруссии перемены мгновенными? Нет. Но они всё же будут. Именно Россия в этих условиях остаётся гарантом мирной эволюции Белоруссии. Все страховочные меры президент Путин предпринял. Значительно больше мы узнаем по итогам предстоящей встречи президентов наших стран. У нас же на очереди два репортажа. Наш спецкор Анастасия Саховская отправилась в Гродненскую область, на которой уже всё активнее зарится Польша. Но сначала о событиях за неделю во всей Белоруссии. Андрей Григорьев. В два часа дня сбор на центральных минских улицах в четыре колоннами двигаются ко Дворцу независимости городской резиденции белорусского президента. Так анонсировали из Польши оппозиционные телеграм-каналы. Каждое воскресенье сценарядин и тот же пик недельной протестной активности. Площадь вокруг дворца оцеплена ОМОНом, а по периметру бронетехника и колючая проволока. Милиция привычно сдвигает щиты. Но уже в который раз обходится без эксцессов. Вот митингующие просто огибают выстроившийся в ряд ОМОН, а это милиция вежливо проводит через зацепление пожилую женщину с сумками. Когда два митинга, оппозиционный и провластный, вот так встречаются на улице. Кажется, столкновения не избежать, но колонны аккуратно обтекают друг друга и даже лозунги интеллигентно выкрикивают по очереди. Нет, не в народ! Нет, не в народ! Наиболее радикальные протестующие удалились во МГЛУ. Минский лингвистический университет. Это сейчас главный центр белорусской оппозиции. Жизнь! Жизнь! Беларусь! Жизнь! Беларусь! Теперь и протесты, и задержания точечные. Но в тюрьме все еще могут оказаться и случайные прохожие, и журналисты. Литовский МИД предлагает желающим политическое убежище. Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки людей Беларуси, направленный на помощь жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, получению литовских виз, интеграции на литовский рынок труда. Шестерых репортеров разных изданий трое суток по решению районного суда продержали в следственном изоляторе, обвинив в организации уличных беспорядков. И это дает повод разбирать ситуацию в организации объединенных наций. Просит обратить внимание на белорусские репрессии, а вот в официальном аккаунте ООН для привлечения внимания используют фотографию, которая четыре года назад демонстрировала пытки в застенках украинского СБУ. Я прошу международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая санкции против тех, кто нарушил выборное законодательство и совершил преступление против человечности. Тихановская ощущает себя деятелем мирового масштаба, хотя еще несколько месяцев назад, когда у ее арестованного мужа при обыске нашли почти миллион долларов, для Белоруссии деньги немыслимые. Так это ваши все-таки деньги или нет? Рассуждала вовсе не так политически грамотно. Если бы у нас были такие деньги в семье, либо у Сергея, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа. Белорусский оппозиционный триумвират уже успел переругаться. Бабарика в тюрьме, Тихановская в Литве, оцепкала в Польше, но у них оказались еще и разные планы на будущее и масса взаимных претензий. Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах, и тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые бы приносили, грубо говоря, ей присягу. То есть скорее нет? Да, то есть она ушла, так сказать, от этого. На селе выражаются еще более определенно. Тихановская американская проститутка. Ну, естественно. А где такие ты святки взялась? А что, а ты так не считаешь? Не, конечно. Ну, тогда я не знаю, о чем мне с тобой разговаривать. Спочатку треба со владой разобраться, а потом же кукурузу сожжаться. Какую владу? А то при владе... Слушай, на Украине я прожил 40 лет и пошел туда. С этого все начиналось. Развалили все. Протест порой приобретает довольно странные формы, как вот эта лежачая забастовка у офиса «Беларусь-калия» в Солигорске. С тачки. И на родимую жах Спомню в острую брану святую И вояков на грозных конях Белые пенни проносятся кони Рвутся, мгнутся, летяжко хлебят Сторода у мяй литовской погони Не разбить, не скрынить, не стремать Сторода у мяй литовской погони Не разбить, не скрынить, не стремать У безмерною даль вы летите, а за вами, прод вами, годы. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Моя, мы в Беларусь понеслись, за они, видясь в миру здорово, что забыли тебе, отраклись, продали и отдали мало, что забыли тебе, отраклись, продали и отдали мало. Бите в сердце и бите ночами, не давайте чужинцами быть, Ай, морщую всех сердца ночами, о родимой сторонце молись. Мать родная, мать Икраина, не устишится эта киболь, Ты пробачь, ты пройми своего сына, за тебя беям умерти дозволь. Все лятуть, лятуть, ты я кони, Средо беструяй далеко крымять, Сараданяй литовской погони, Не разбить, не разбить, не стыдить, не стрыть, Сараданяй литовской погони, Не разбить, не разбить, не стыдить, не стыдить, Против вас, патриота России, действует Белорус ! Русский отряд «Погоня», который успешно воевал на Донбассе и убивал тех из вас, кто не видел бупор русско-украинской границы. Ну что, как вам отпуск, а? Границы были закрыты. Пришлось ездить сугубо по родной стране, платя за худший сервис втридорого. Вы привыкли ли жить там у себя в Москве, Питере, отдыхать в Европах, Турции, Штатах и так далее? Но в этом году вам на собственной школе пришлось узнать и прочувствовать, почему Рашу называют Парашей. Подумайте над этим, а мы начинаем новый четвертый сезон абсолютно лживых либеральных вестей, где белорусы нахрен посылают русский мир и готовы драться за будущее своей страны в Евросоюзе и НАТО. С вами я, Лже Дмитрий Киселев, и мы начинаем новый сезон. Мы начну не с протестов в Белоруссии, а с одного из самых громких судебных процессов, не то чтобы за последний год, а за последние десятилетия. Ажиотаж вокруг суда или судилища над Ефремовым, такой, что даже суд над Ходоковским может курить в сторонке, доходило аж до прямой продажи билетов на суд со стороны судебной системы. Серьезно, продавались билеты на суд над Ефремовым за 10 тысяч рублей. И суда в прямом смысле сделали шоу. Но это шоу смотрится. Ибо есть в нем все. Знаменитый актер с большой буквы, его личная драма, смертельное ДТП, схватка двух самых сильнейших адвокатов страны, Элемана Пашаева и Александра Добровинского. Люди даже всерьез делали ставки на то, сколько дадут Ефремову. А если Пашаеву удастся все-таки отмазать Ефремова от уголовного срока, то он получит гонорар от семьи Ефремова в размере 1 миллион долларов. А так что ставки высоки как никогда. А если же Добровинскому удастся закрыть Ефремова хотя бы лет на 10, то он получит этот миллион от родственников погибших и, вероятно, представителей государства, которые воспользовались моментом, а слабостью Ефремова, его ошибкой, и давай мотить его по полной СМИ в Госдуме. Даже некоторый депутат всерьез угрожал Ефремову судом Линча, если он получит оправдательный приговор, таким образом давя на суд. И ты все, вот это все читаешь и думаешь, что это какой-то сценарий доблотного голливудского фильма. Но нет, это, блин, реальная жизнь. И уже не важно, виновен ли Ефремов или нет, его проиграет ли он свое дело в суде или выиграет. Однозначно можно сказать в этом деле одно. Проиграло наше правосудие, наше следствие. Мы часто кричим, что нет суда, нет суда. А здесь ситуация немножко другая. Из суда сделали цирк сознательно. То Ефремов признает вину, то не признает. То адвокат потерпевших приезжает на суд на самокате. Хотя адвокат потерпевшего в таких делах, как правило, это прокурор. Но даже у семьи, которую Ефремов оставил без кормильца, нет доверия к правовой и судебной системе, поэтому они наняли Добровинского. На суд даже прибыл сам Джигурда и кричал, что Миша наш не выновод, по мнению Джигурды. А он теперь-то член Совета по противодействию коррупции. А мы-то с вами и не знали, что, мол, где Джигурда? Почему он больше не снимается в фильмах? А он теперь член Комитета по противодействию коррупции. Вот так вот. Ефремова под давлением со стороны прокурора и следователем заставили сделать признательные показания. Дальше цитата Джигурды. Надавили на Мишу, как на тряпку. Я напоминаю, что по версии Джигурды, Ефремов сидел на заднем сидении во время смертельного ДТП, а за рулем был человек в черном пиджаке. Позднее выяснилось, что это женщина, коллега Ефремова по театру, которая и развозила Ефремова в увеселительные места после спектаклей. Это все еще раз мнение Джигурды. Также есть большие сомнения в том, что адвокат потерпевших Добровинский закончил юридический вуз и вообще имеет право представлять кого-либо в суде. Добровинский это Паняковский, по мнению Джигурды. Можно как угодно относиться к Джигурде, но то, что он последовательно отстаивает, возможно, неправильное, но свое мнение, это достойно действительно уважения. Да, а ведь действительно казалось, что все в этом деле ясно. Пьяный Ефремов сел за руль, но ему там дадут реальный срок, и все на этом дело утихнет. Но нет, как бы не так, сам суд стал театром, а процесс над Ефремовым пьесой. Поймите меня правильно, я здесь не на стороне Ефремова. Я восхищаюсь самим делом и драматизмом всего судебного процесса. Такого ажиотажа вокруг суда я давно не припомню. И вот очередной акт этой пьесы, суда над Михаилом. Ефремов таки признал свою вину, а позднее его засудили на 8 лет в короне общего режима. Вот его слова. Я не спал несколько ночей, и я решил, что я признаю свою вину. Так могут делать только достойные люди. Неадекватные обычно скрываются с места смертельного ДТП. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев с юридической точки зрения нам обосновал, почему Ефремов признал свою вину. Дело в том, что суд отказался проводить биологическую экспертизу подушки безопасности в машине Ефремова, которая, конечно, уберегла Ефремова. Для этого вот суда судилища цирка шоу, цирка шапито шоу над ним. На всех пропагандистских СМИ. У меня возникает вопрос. А почему суд отказал в биологической экспертизе? Когда происходит такой резонанс, суд должен быть максимально объективен, беспристрастен и неподкупен. Но самое главное проводить все экспертизы, которые есть. А суд почему-то отказал проводить биологическую экспертизу подушки. Вопрос. Почему? Неужели реально кто-то другой сидел за рулем, а не наш любимый Миша? Нет, конечно, желание суда не затягивать процесс, понятно, но когда такой неслыханный резонанс, нужно проводить все экспертизы, чтобы у общественности не было никаких вопросов к суду и к судье. А так, пока что правосудие в этом судебном процессе явно проигрывает цирку шапито шоу. Создается впечатление, что неважно, какое преступление совершил или не совершил Ефремов, главное его упечь за решетку с максимальным скандалом. Это ему расплата от нашего кровавого, циничного государства за проект «Гроштарит поэт», где Ефремов в стихотворной форме, прям как Высоцкий, высмеивает власть. Прокурор попросил суд приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима, но суд вынес 8. Но как в любом хорошем сериале, на этом месте следуют титры, продолжения следуют. Мы, наверное, еще раз вернемся к этой истории. Которая, конечно, полна шекспировской трагедии и драмы. Ни больше, ни меньше. Да и еще, обратите внимание, что и прокурор, и судья в деле над Ефремовым почему-то женщины, это так по-русски, бабы в прямом и переносном смысле этого слова судят мужиков за пьянку. Но как судят? С одной стороны, по всей строгости, а с другой... До приговора в нарушении правил домашнего ареста позволяли Ефремову пользоваться своим мобильным телефоном. Я уж вообще молчу про то, что любого другого на его месте сразу бы упекли в СИЗО. А Ефремову все-таки какое-то время позволяли оставаться относительно на свободе. Ну что ж, теперь, значит, Ефремов сядет, и если выживет в нелегких условиях российской тюрьмы, понятно, что дальше станет звездой российского шансона и будет петь хоп-хоп мусорок и участвовать в спектакле Калина Красная и любых других. Шапутинский тоже мне второй нашелся, блин. Ну, вообще, конечно, трансвеститы на суде над Ефремовым. Потом черный мак, который полиция задержала, если бы я в этот момент находился в Москве, я бы тоже пошел на суд. Это покруче любого... Я еще раз говорю, не то, чтобы я относился к Ефремову к симпатии. Я не говорю, что Ефремов не виноват. Но какое же шоу устроили, а действительно интересно. Когда-нибудь снимут фильм или сериал про суд над Ефремовым. Это точно. К гадалке не ходи. Переходим к другой теме. Не такой веселый, как первая, конечно же. В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального. Напомню, что раньше Александр Рука... Лука... 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 Рука... Рука-Лука-Мой сейчас в Беларуси явно. Так вот. В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального. Напомню, что раньше Александр Лукашенко заявил о фальсификации отравления Навального и даже обещал передать об этом данную ФСБ из КГБ и РБ. Но Лукашенко сейчас верьки нельзя. У него сейчас задница, что называется, горит под ногами. Как Лукашенко врет, хорошо показали события с российскими наемниками в Беларуси. Когда Лукашенко обещал передать российских головорезов украинским спецслужбам для суда над ними за участие в военных преступлениях на Донбассе. Обещал, обещал, до своего слова не сдержал. Лукашенко заявил, что ему выгодно в этот момент. Лукашенко заявляет то, что ему выгодно в этот момент. В немецкой стране, если честно, по большому счету насрать на Навального. Для них важно закупить российский газ по дешевке и достроить газопровод «Северный поток-2». Но лично для Беркель судьба человека, российского аппарационного лидера, важнее, чем какие-то бонусы от России. И поэтому верить немцам можно, а Лукашенко нельзя. Ни в коем случае. По поводу Навального, вот что было заявлено. Навального безусловно отравили новичком. Тем самым новичком, где Петров и Баширов, соблюдая все меры конспирации и осторожности российских спецслужб, сохранили чеки от поездок в штаб ГРУ, ходили по центральным площадям Лондона и других британских городов, заглядывали в витрины, попадались на камеры видеонаблюдения и любовались шпилями. И за это Россия ответит новыми санкциями от Евросоюза, какими, правда, пока не ясно. Но очевидно точно, что простые граждане будут страдать не из-за новых санкций Евросоюза, а из-за ответов, которые предпримет наша власть. Я напомню, что когда Россия нагло отжала Крым у Украины, после ответных контрсанкций с нашей стороны, в Россию перестали поступать нормальные продукты. Всякие там хамоны, финские сосиски, польские яблочки, креветочки и так далее. Зато всякую химовусть Китая и Россия стала закупать в два раза Польшу, травя свой народ. И все это до пальмовом масле. В результате мы получили хуже товар втридорого. И все из-за вооруженного захвата Крыма и ответных контрсанкций. Можно кричать, что Крым наш, но новые меры обязательно будут против народа у Крымля в связи с отравлением Довальдова. Страшно даже подумать, но вы готовьтесь россияне к еще более просроченной продукции из стран четвертого мира, даже не третьего, по завышенной цене. Пока мы в Киеве будем есть лучшие европейские товары, фрукты, орище по самым низким ценам. а теперь вокруг самого отравления Навального. Про само отравление. Во-первых, жив Навальный только и исключительно благодаря немецким врачам и их профессионализму. Забавно, что омские врачи клиники, куда сначала был доставлен Навальный, сейчас заявляют, а как же мы, мы ведь не дали ему сдохнуть. А забавно только в том, что когда пригнали немецкий самолет, набитый под завяз новеньким медицинским оборудованием, омские врачи поднялись на его борт и в прямом смысле ахнули от увиденного в этом самолете такое оборудование стоит там, оборудования, которое стояло на медицинском самолете, благодаря которому Навального вывезли в Германию, нету даже на российских правительственных судах. Да, вот так вот. Что уж говорить про обычные больницы и поликлиники, где все просто не просраны, а лечение возможно только на тот свет. но справедливости ради надо отметить, что вот кто действительно спас Навального в России, кому действительно надо сказать спасибо и хлопнуть в ладошки, так это врачам скорой помощи. Они действительно вонские профессионалы с большой буквы П. Они-то как раз и спасли жизнь Навального, а не эти врачи в госпитале. Но всем интересно, почему и как, а главное кто траванул Навального? Нет никакого сомнения, что это именно отравление ядом. Траванули Навального специально перед как раз единым днем голосования 13 сентября. Приказ отдал лично Путин, ибо Навальный его клиентура. Он испугался ситуации в Белоруссии. Повторение ситуации в Белоруссии у нас, где батька вроде как успешно зачистил всю оппозицию, а все равно сотни тысяч белорусов вышли на митинг против него, а Путин, какой бы кровавый диктатор он не был, все-таки полностью российскую оппозицию не зачистил. Да, грохнул Немцова, да, грохнул еще ряд политических деятелей, журналистов, но полностью оппозиционную поляну Путин все-таки не зачистил. А в России все-таки ситуация более либеральная даже по сравнению с Белоруссией. Навальный был, и к счастью пока есть, самый грозный оппозиции к Кремлю. Например, на Ютубе рейтинг Путина 2 миллиона просмотров, когда он сидел в Кремле и ржал над шутками Жириновского. А рейтинг Навального достигает 28 миллионов, 30 миллионов и по сравнению с двумя миллионами Путина. Так что современные технологии к счастью нам позволяют объективно без мошенничества ЦИКА и без этой плутовки Панфиловой объективно взглянуть кто реально популярен у общественности. Путин действительно популярен. Но эта популярность не идет ни в какое сравнение с Навальным. И были бы реальные честные выборы победил бы в России победил бы Навальный. Поэтому его и траванули. Но ведь Навальный не только самый грозный оппонент Кремля. У него уже было действительно классных идей о том чтобы реорганизовать не то чтобы реорганизовать скажем так вдохнуть новую жизнь в профсоюз усилей в профсоюз врачей умное голосование он придумал и вот совет и поплатился ему подсыпали яд в чай ничто не напоминает правильно Литвиненко в 2006 году когда это чекистская мразь он луговой а ныне депутат Госдума как и полагается любым мразем подсыпал полония в чай дальше можно гадать кому именно Путин поручил травануть Навального ФСБ ГРУ Росгвардии Пригожину Челковагну каким-нибудь чертушкам из народного освобождения Донбасса но факт есть факт почему-то очень много конкурентов Путина было убито за последнее время это и Немцов это и Березовский и вот теперь попытались убить Навального нам это все объясняет что Запад и убил траванул Навального Навального но может быть пора признаться что сама Россия эпохи Путина осуществляет и практикует террористическую деятельность по убийствам и диверствиям против врагов Кремля особенно это было ясно на примере Скрипаля когда только ленивый не орал да зачем нам убивать Скрипаля да действительно зачем убивать предателя главного разведывательного управления который знает много чего который воровал секреты ребят это нормальная практика любых спецслужб мира если ты предаешь спецслужбу будь готов что тебя как-то убьют и вот Скрипаля попытались грохнуть но проблема в том что у российских гибистов руки из жопы растут я не погибаю как так можно было послать этих двух недомерков травану Скрипаля ну ладно там шпили ладно там они засветились на камерах но как можно было чек из такси не выкидывать по которому было установлено что они двигались от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт Домодедово ну это все ладно Скрипаля нас же интересует отравление Навального это просто такие как бы параллели одно с другим отвечу на очевидный вопрос а раз уж отравили Навального почему позволили вывести Навального в Германию ребят ну после истории со Скрипалем для Кребля не стоял на цели прям таки вот на что бы здесь не стало убить Навального а стояла задача перед выборами его вывести из строя для Кремля вполне приемлемо то что сейчас Навальный лежит овощем в коме в немецкой клинике и не может мешать Путину и чекистам и заметили как его называют в пропагандистских СМИ типа блогер известный блогер на самом деле конечно Навальный никакой не блогер он политик аналитик а умские врачи пусть расскажут что фсбшники делали в кабинете главврача в этот момент когда Навальный лежал в их госпитале к другим новостям весело начало нового политического сезона отметили и глава самопровозглашенной естественно только в Кремле в республике ДНР Денис Пуширин взял и отдал приказ шандарахнуть по украинским позициям хочется спросить после этого ну и кто нарушает минские договоренности ответ очевиден ДНР по приказу кураторов из Москвы а ведь незадолго до удара президент Зеленский заявил что он достиг новых договоренностей с Донбассом но в ДНР не нужен мир в ДНР нужна бесконечная бессмысленная война а иначе Россия не будет спонсировать террористов Донбасс а вообще Донбасс был славный край горняков а стал регионом террористов там фигачат по мирным жителям похищают людей в рабство захватывают предприятия грабят магазины и конечно стреляют по правительственным войскам Украины которые пытаются навести порядок порядок в ДНР не нужен нужна новая война поэтому был отдан такой приказ хреначить из всех стволов по вооруженным силам Украины их коммуникации ибо сейчас все внимание приковано Белоруссии и ОБСЕ сейчас переброшенной в Беларусь поэтому Пушилину можно вполне сознательно нарушать все что угодно Пушилин сказал что ему не нужны новые жертвы мы хотим соблюдения договоренностей сразу после этих заявлений пушки ДНР заговорили когда надо доказывая еще раз что Россия и ее социалиты на ноябре хунцы с большой буквы для которых человеческая жизнь не значит абсолютно ничего а иначе ФССР город армии ДНР не стрелял бы по ВСУ прикрываясь жилыми домами на месте Зеленского я бы позвонил хозяину Пушилина Путину и сказал ах у нас так тогда Украина открывает второй фронт в Белоруссии этой затяжной русско-украинской войны которая длится уже 7 лет по мнению Пушилина этого донбасского басаева украинцы не закопали не закопали траншей которые не обязались закопать и поэтому ДНР открыла огонь в рамках прекращения огня да вот так и сказал ДНР открыла огонь по украинской полиции в рамках прекращения огня мир значит война Орвал да вот ну короче у Пушилина и ДНР начались осеннее обострение сепаратизма который лечится сугубо украинскими танковыми булат и американскими комплексами джерлин Пушилин и ДНР всерьез нацелены как истинные террористы снести северокрымский канал той части где он проходит по Украине чтобы вода поступала в оккупированный Россией Крым но СБУ пока этого не допускает и такие попытки со стороны ДНР пресекает крымчане сами себя наказали оттутствием воды ибо надо было голосовать против воссоединения Крыма с Россией а теперь сидите и дохните без воды еще поводом стрельбе по украинским позициям послужило то что ДНР который год несмотря на помощь из России не может построить восстановить аэропорт ни РД вокзал да сейчас вообще Донецк это мертвая территория украинцы постоянно там что-то какие-то сооружения скрытно возводят но по ним нещадно лупят россияне из всех стволов Пушилин открывает беспощадный огонь однако несмотря на осеннее военное обострение Пушилин за прошлый месяц за август действительно соблюдал минские договоренности и стрельба на Донбассе утихла но пришло время вновь расчехлить пушки ДНР теперь когда в Минске народ восстал против пророссийского Лукашенко так когда новичком траванули Навального и отдали приказ вот тогда-то и отдали приказ Пушилину открыть огонь по украинским позициям отдали приказ понятно откуда из Кремля видно потому что в Кремле запахло жареном и они пустились во все тяжкие и начали отдавать вновь приказы на убийство на Украине такие выходки ДНР конечно терпеть не хотят и уже готовы ответить и собирается контратаковать позиции ДНР наконец-то ДНРовцы получат по заслугам от ВСУ и СБУ но к сожалению это пронойдет лишь в ноябре когда Джозеф Байден изберется президентом и наваляет российским оккупационным войскам на Украинском фронте еще раз это подчеркнул Донбасс и до этого конечно Пушилин этот путинский Пушок чувствует без наказанность и к сожалению для Украины может смело обстреливать позиции ВСУ в районе поселка Шумы в котором слышны шумы страданий украинских военных от рук ДНР но ответочка от ВСУ близка как никогда но пока что надо дождаться результатов выборов в США терпите украинские киборги весь нормальный мир с вами а не с этими мудаками из ДНР ну и к самому ну и конечно же к самому сладкому к протестам в Беларуси к этой Вайт Руси Беларусь преподносит нам всем урок особенно России мораль такова не важно что сделал лидер для страны важно в уровне уйти и и передать власть новым молодым и прогрессивным лидерам а иначе даже в самой процветающей передовой стране а безусловно Беларусь таковой являлась на постсоветском пространстве будут проблемы ведь молодые люди не помнят и не знают какая Беларусь была в 1994 году да что там я сам еще мне тогда год было так что урок второй нельзя и не надо фальсифицировать выборы и делать так чтобы выборы были фикцией а реальных конкурентов на выборах не было бы иначе Майдан в Беларуси сейчас явный Майдан Лукашенко действительно многое сделал для Беларуси но ему пора время уйти на заслуженную пенсию так эти белорусского народа заключаются в том что как раз белорусы не ценят своего батьку посмотрите в Беларуси нет уродливых зданий которые есть в России все чистенько реальный доход на душу населения выше чем в России вот даже по картинке видите какая планировочка ровная домов нет таких уродливых торговых центров которые сейчас строят в городах России предприятия не растасканы в пользу каких-нибудь олигархов и не приватизированы в отличие от России пусть перед тем как митинговать белорусы поедут в Россию только не в Москву и не в Питер а в глубинку и посмотрят и посмотрят как живут там люди тогда против Лукашенко будут выступать фразы имеющие народы протест по формуле он нам просто надоел сейчас происходит в Минске ну реально Лукашенко больше чем Путин сидел у власти не умоляя засуг Лукашенко пора уже батьки становиться деткой дедом конечно деткой это если бы в Калифорнии правил то он бы тогда деткой становился хотя тогда бы я уверен бы их все таки избрали на президентский срок в США так сказать новые тенденции так вот несмотря на застуги Лукашенко пора ему уже уходить на пенсию но он цепляется за власть как младенец потому что не знает другой жизни вне президентства и вот нашла коса на камень с одной стороны Лукашенко не хочет уходить с другой стороны молодежь которая подросла в Беларуси хочет не просто нового президента а радикальной смены курса вот подавай белорусскому народу белорусской молодежи виталинато и Евросоюз в мире союза с Россией и как следствие в Беларуси проходят всякие марши на центральных улицах Минска в Беларуси несмотря на гигантский протест сложилась довольно патовая и непростая ситуация Лукашенко как я уже говорил не может просто так уйти а белорусы в своем случае не могут просто так захватить власть конечно ибо тогда придет Россия с танками и артиллерией и устроит там Донбасс в Белоруссии будут изнасилованы белорусские русскими солдатами естественно а белорусов сошлют в сибирские лагеря на рудники белорусы умный очень народ они видят что произошло потом когда ненавистного диктатора что произошло в Украине когда ненавистного диктатора Януковича свергли потом пришла Россия с танками и начало давить украинский народ белорусы как бы им не надоел Лукашенко как бы их сильно не беломон делают выводы и не идут на штурм правительственных зданий только потому что они понимают что как бы суров не было бы Лукашенко с ними Путин будет в разы жестче в разы жестче вот по этим самым домам путинские войска которых конечно он будет отрицать что они будут в Беларуси будут работать прямой наводкой сал артиллерии танками и вот эти вот дома будут рушиться как спички поэтому с одной стороны Лукашенко не может уйти а с другой стороны белорусы не могут захватить власть так что как бы не митинговали белорусы они должны сами ответить на один вопрос если они свергают Лукашенко готовы ли они к войне с Россией если они готовы к войне с Россией то тогда пусть идут на баррикады если они не готовы к войне в России если они не готовы выживать даже не жить в условиях когда нет света воды газа электричества а вокруг стреляют и убивают то тогда какой бы диктатор Лукашенко бы не был его нельзя свергать просто потому что Швейцарию от СНГ как в России называют Беларусь можно и потерять а вот Донбасс в плохом смысле этого слова белорусский народ может получить по полной как получил украинский народ после свержения Януковича не думайте дорогие белорусы что этого не будет что Путин не осмелится вести танковые войска ну не только танковые танковые это я для красоты словца в Беларусь ребят так же думали украинцы так же думали украинцы в 2013 году зимой 2014 года а потом Россия осмелилась вела войска в Крым на Донбасс начала упорно стрелять по Мариуполю в Одессе он что произошло резня настоящая не думайте белорусу что такого не будет с вашей страной а будет в тот момент когда вы сверните Лукашенко и вы должны быть к этому готовы вы должны с оружием в руках отстаивать независимость не против Лукашенко и его сторонников а против Москвы если вы не готовы умирать за свою страну то тогда и не надо выходить на улицу украинцы доказали что они готовы умирать за свою страну а вы пока нет к сожалению может быть к счастью тем не менее пока проходят акции протеста колонна мятежников анти россиян анти расшистов выдвинулась в минске по улице дежинского другая колонна выдвинулась с улицы якобы колоса третья колонна выдвинулась с улицы кальварийской они шли в сторону администрации президента белоруссии с тем чтобы свернуть надоевшего диктатора и установить прозападный мир в белоруссии мешают им в этом несколько бронетранспортеров и отряды росгвардии которые лукашенко попросил у путина и хоть белорусы готовы воевать с лукашенко но приходится нам либералам в том числе признать что пока белорусы не готовы сражаться с москвой поэтому они штурмуют правительственные здания потому что путин же четко сказал как только вы будете свергать лукашенко как только вы будете захватывать правительственные здания а иначе его не свергнут лукашенко то придут российская армия и всех вас положат поэтому мы имеем то что имеем белорусы готовы выходить против лукашенко но они не готовы отстаивать свою независимость от войск от оккупационных войск российской федерации поэтому протест и захлебнулся около здания администрации президента да и к тому же на что рассчитывали протестующие в Беларуси мне непонятно ведь они вышли без оружия а без оружия власть как известно не свергают вот например в Украине произошло то что когда Беркут начал стрелять по протестующим из Калашниковых то по Беркуту начали стрелять в ответ и вот тогда революция в Украине свершилась в Беларуси не так в Беларуси пока происходит довольно мирный протест и конечно так как он мирный а у Лукашенко КГБ РБ МВД РБ путинская Росгвардия которая кстати именно она избивает людей на улицах да не думайте что белорусские ОМОНовцы будут дубасить своих людей там за какие-то десятки триллионов зайчиков так называют белорусские рубли да нет конечно это все российские ОМОНовцы делали но пока российские ОМОН но пока это делают только российские ОМОНовцы ОМОНовцы а ведь есть их там нет которые могут в любой момент по приказу Путина прибыть в Беларусь и устроить военную резню однако несмотря на то что протест в Беларуси по причинам которые я назвал выше захлёпывается я рад что есть в Беларуси лидеры которые говорят да нахрен нам эта Россия нужна да мой салон в Беларуси тут надо понимать ещё раз чтобы сделать из Беларуси страну европейского уровня надо всерьёз взяться за оружие и воевать придётся не только с Лукашенко а ещё и с Путиным и с армией Российской Федерации а иначе вы белорусы и дальше будете избиты ОМОНовцы ОМОНовцами белорусы хотят жить как в Украине а не как в России но с меньшей кровью так не получится однако можно назвать успешным то что Лукашенко даже в глазах Путина потерял легитимность а ведь легитимность то есть доверие народа это то что позволяет быть голове государства к голове а не диктаторам и сейчас Путин пока ещё несмотря на то что в протестах в событиях в Минске участвует российский ОМОН пока Путин ещё раз этим и ограничивается он не то чтобы мирные решения ищет ну скажем так не особо военные пока ещё подыскивает замену Лукашенко в Беларуси естественно пророссийскую если он не найдёт и если действительно белорусы захватят власть то тогда в военной сценарии и сценарий неизбежной неотвратимой русско-белорусской страны страны ну потом возможно и страны если победит Россия русско-белорусской войны реализуется в полную силу не думайте что это невозможно украинцы так же думали что Россия это братский народ Лукашенко сам Лукашенко всерьёз готов стрелять в свой народ позируя калашом но он не готов к массовой обструкции от народа действительно в Беларуси сложилась самая сложная политическая ситуация где если народ свергнет диктатора на его месте придёт другой диктатор с более могущественными силами зла из-за рубежа с востока враг пойдёт с востока вот поэтому-то и Лукашенко побеждает не потому не потому что он сверх гениальный политик а потому что даже протестующие против него белорусы держат в уме что Путин с ними поступит гораздо более жёстче и циничнее чем Лукашенко и и вот спасти белорусский народ от собственного диктатора и от слуг темы из России который Путин может приказать по просьбе или без неё в любой момент выдвинуться в Беларусь могут только женщины одна из них это Светлана Тихановская которая первая из публичных политиков в Беларуси сказала правду матку что Крым это цел Украина вообще для Лукашенко проигрывать какой-либо бабе вдвойне умудительно этот старый мужлан хочет своей властью оставаться отстаивать диктаторские замашки по перекрытию метро улиц для силовиков пользуются тем что белорусы даже если его свернут они как я уже много раз говорил не готовы к войне с Россией путин же сказал как только да это я про это говорил значит еще раз братья белорусы а ну да про Украину тоже говорил ну в общем короче белорусы помните держите это в уме свергая Лукашенко вы неминуемо в глазах Путина развяжете войну с Россией тогда Путин вашу прекрасную страну пришел танк и мало не покажется основной инстинкт президент Сербии обиделся на официального представителя Медейров Марию Захарову которая имела наглость заблокировать меня в фейсбуке за то что я отсылал карикатуру на ее фюрера Путина меня значит заблокировала а сама оказалась в громком политическом скандале доказав что наша любимая Маша не кудышный дипломат а просто путинская фашисточка верная идеям НРСДРП Единой России на сей раз Маша серьезно вляпалась в историю российской дипломации да дипломатии да не вошла а вляпалась она одним своим хамским постом умудрилась посолить два братских народа две дружественные страны Россию и Сербию дело в том что в прошлую субботу происходила долгожданная встреча вы видите ее на своих экранах Трампа Ивучича президента в США и Сербии про эту встречу себя в фейсбуке Захарова написала цитата если вас приглашают в БД а стул поставили так будто вы на допросе садитесь как в фильме остановить стиль без трусиков вот этот скандальный пост вот этот скандальный пост про Вучича не знаю садился это ли Вучич в трусах или трусиках или без них перед Трампом но этот пост в фейсбуке выдает в Захаровой явную извращенку а такие ценятся в Кремле я кстати совсем недавно пересмотрел основной инстинкт мне понравился фильм но я с ним не ассоциирую себя в отличие от Захаровой которая любит не просто пошлятину а явные извращения маньяц сколотолка вероятно поэтому она сама и маньячка сада маза маньячка Мария Захарова и такие люди работают в миде с ума сойти по поводу надписи БД Захарова конечно будет говорить что имелось ввиду белый дом но очевидно в ее посте имелось ввиду не белый дом а унитаз беды с ее слов получается что Трамп пригласил без трусиков Лучича на унитаз и таким образом унизил Лучича что конечно похоже на Трампа однако этого не было в реальности в белом доме Мария Захарова сама так это нафантазировала уж тем более никого и никто без трусиков не приглашал в белый дом а происходила серьезная встреча президентов Сербии и США Захарова видно этот пост скандальный в фейсбуке выдает Захаровой грязную извращенку на встрече с Трампом Лучич обсуждал серьезные вопросы это решение косовской проблемы присоединения к украинско-европейскому безвизу и шенгену и использование сербской электростанции газеводы американскими войсками для своих нужд как мы видим темы были серьезные на встрече Лучича и Трампа а тут такое от Захаровой естественно Лучич общался и вовсе не на нашу Водовскую Звращенку Захарова а на Россию блять так сейчас свет включу естественно Лучич Лучич не обращал бы да да ж так а вот теперь лучше так где тут про грязную извращенку Захарова мне написано а вот так Лучич не обращал внимания на нашу медовскую Звращенку Захарову Лучич подумал что это не Захарова это в целом Россия мешает таким образом через этот скандальный пост Захаровой встречаться сербскому лидеру с американским коллегой Россия действительно вот так унижает Сербию и сербов через оскорбительные хамские публикации на фейсбуке и делает Сербии все что захочет в этой ситуации меня порадовал как ни странно Лавров как дипломат старой закалки он позвонил Лучичу и извинился за хамский пост своей подопечной однако было уже слишком поздно и скандал ушел в народ вот что пишут соцсети в нашей рубрике «Глаз народа» никнем Вал Мишель Сербия единственный союзник России в Европе прошмантовка Захарова прекрасный в кавычках дипломат который ради красного словца чумолит союзника России дебилка где эти высказывания это было в другой статье дальше следующий пишет никнем старушка веселушка Лучич Лучич единственный деятель в Европе который не вводит санкции против России а тут Захарова со своим стулом тире унитазом Мария ты вообще Маша ты вообще реально дипломат или купила диплом в переходе никнейм Елена Федорова Захарова пишет Захарова после этого должна уволиться хватит ей позориться и позорить Россию я не не хочу чтобы мои налоги уходили на содержание тупой и хамалатой бабенки в МИДе Марии Захаровой правительство Сербии заявило что стыдно должно быть Захаровой за такие слова а Лучич кстати хоть и подумал что это Россия вставляет ему палки в колеса плохие слова по Россию не сказал а Мария Захарова про него такое написала но очевидно что Захарова абсолютно бесстыжая богонка которая заставила друзей России ненавидеть нашу страну браво Маша вы просто гений в кавычках российской дипломатии сербская страна повела себя как надо ни одного оскорбительного слова в адрес России не последовало в связи с этим скандалом Захарова в итоге извинилась но она должна была сделать это сидя на коленках перед Вучичем а иначе осталось впечатление что Захарова извинилась только под нажимом Лаврова и после грандиозного скандала связанная вас с ней вообще я без цензуры скажу понабирает Лавров всяких шлюх в российскую дипломатию дальше речь пойдет про спутник нет не про спутник Ви пока еще про другой спутник Ростелекоп закрыл сверхсотратный и амбициозный поисковик спутник ну что ж хочется поздравить конкурентов спутника Яндекс и Мэйл.ру с победой над конкурентом задумка была очень гениальная сделать поисковик для государственных учреждений зачем спросите вы когда есть Гугл Рамбли Мэйл.ру Яндекс и другие поисковики но в этом то и была в ковечках гениальная идея хрен его знает зачем она гениальная с точки зрения распила бабла вы думаете для того чтобы у каждого госучреждения на каждом его компе стояла система спутник это сколько бабла нужно причем это абсолютно бессмысленно ибо даже в русском языке словосочетание поиск в интернете давно и успешно заменен словом погуглить в честь западного поисковика оплаты конечно у русских телеком были грандиозные чтобы на каждом компе в каждом ведомстве и в каждом госкорпорации стояла система спутник не надо думать что сама система была жутко плоха нет почему мне например нравились спутники фотографии природы России и в целом дизайн но спутник проигрывала конкуренцию я даже не то чтобы гуглу а яндексу спутник как поисковая система была абсолютно бессмысленная и бесполезная это тот случай когда реализация идеи была хорошая в целом а вот идея сама была плоха в конце июня 2017 года глава Ростелекома явный коррупционер Михаил Осиявский предложил жил принудительно ставить поисковик спутника во всякие ведомства и что бы вы думаете инициатива не получила поддержки ибо даже правительственные крысы сидели в яндексе и в гугле почему спутник проиграл конкуренцию и был закрыт ответ на этот вопрос стоит не только из-за коррупции дело в том что спутник выдавал ссылки только на правительственные сайты а вот теперь сравним это с тем же яндексом где каждый маломальский грамотный школьник может написать свой блог и он выпадет на первой строчке яндекса про гугл с его ютубом я вообще молчу а что такое спутник от ростелекома это тупо ссылки на правительственные документы они мало кому интересны даже в нашей стране ну и конечно коррупция и сидел спутник расходы на него составили 2 миллиарда рублей а его аудитория едва ли достигала гребаной 1% даже у забытого рамблера аудитории то было больше чем у правительственного спутника то есть по сути спутника никто никогда не пользовался и деньги ушли в неизвестном направлении на личные счета Осиевского и его суд в результате при вложении 2 миллиардов долларов в систему спутник в 2019 году компания ушла в минус в минус 292 миллиона рублей да и это при 2 миллиардном стартовом капитале получить минус 292 миллиона Осиевский сознательно обанкротил компанию спутник в этом нет никаких сомнений для получения персональной прибыли то сейчас творится на спутнике там уже попала строка для водозапросов те программ убрали программы карты финансы другие сервисы оставили только сам сайт как памятник мега коррупции в этом плане спутник от Ростелекома похож на спутник от Роскосмоса такие же звездные амбиции руководства и не менее звездные падения в небытье и так наследство которое вложили в спутник госкорпорация Ростелеком могла бы построить несколько детских садиков но вместо детских садиков наши деньги так как Ростелеком это государственная корпорация с налогов наши деньги ушли на поисковик при чем что у нас куча своих российских даже не гугловских что называется поисковиков но нет надо еще специально еще один создать чтобы Осьевский на нем попилил 2 миллиарда рублей Ростелекомовцы охренели совсем раз уж речь зашла про Ростелеком могу сказать что там производили самые настоящие что там происходило и сейчас происходит самое настоящее мошенничество в чистом виде пишут обещают бесплатное подключение к интернету к спутниковым кабельным каналам но на телек когда например ты подключаешь свою приставку к Ростелекому вас загоняют в долге а когда долг будет оплачивать то с вас еще потребует еще одну сумму что-то подобное и происходило с их системой спутник я не пользуюсь Ростелеком и вам советую и опять-таки хватило бы ума сделать мобильное приложение возможно спутник бы остался на плаву а так все пришлось его затопить в отдых российских прожектов и океане коррупции этот спутник самое забавное в спутнике было то что если вести там слово медведев и вести слово медведев коррупционер первая ссылка будет что медведев не коррупционер да да ну прям ржу не могу еще забавно то что хоть сам Ростелеком заставил пользоваться всех чиновников своей системой то сам Ростелеком почему-то отказывался пользоваться услугами государства для охраны своих объектов Ростелеком наняли частные чопы а не пресловутую Росгвардию но если вы уж госкорпорация и пихаете систему спутник всем ведомствам и учреждениям под соусом что вот государство создало государственную систему спутник так и порвайтесь благами государства а нечем обращаться к части вообще за распил бабла Осиевского чиновников и менеджеров Ростелекома надо судить а компанию неминуемо разорить но я думаю этого сделано не будет и мы еще услышим про новые прожекты от Ростелекома Песков заявил что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет ой а что такое царь не хочет общаться с народом а когда царь не хочет общаться с народом обычно на примере Николая Второго царя свергают чтобы скрыть очевидный факт нежелания Путина в этот раз когда евро уже за 90 общаться с народом Песков начал как всегда словесно извращаться он сказал что хоть поболить и не будет но ее элементы будут в большой пресс-конференции которые все-таки крибы пока не отменял по словам Пескова наш царь проводил прямую линию несколько месяцев из-за сложившихся обстоятельств не может провести новую прямую линию обстоятельства были такие вы россияне гуляйте летом осенью несмотря на опасность ковида 19 а я посижу у себя в теремке и буду общаться с вами только по скайпу так как я в отличие от вас бодланов как президент обладаю всей полнотой информации от фсб гровой сфр про коронавирус и поэтому я не желаю с вами общаться такие вот обстоятельства у царя владимира сложились а еще весной когда он сказал пусть мол князьки генерал губернаторы и разруливают ответственность кто угодно разруливает ответственность разруливает не ответственность а разруливает эту ситуацию с коронавирусом но только не я он нагло избежал не ответственность а как же это называется ну да ответственности за принятие тех или иных решений по коронавирусу такие вот у нашего царя сложились обстоятельства и я уже скажу по пацански чтобы народ за трусы не предъявил пахану пахан литировался и не вышел на стрелку вот теперь гадай как будет происходить большая пресс-конференция вора в законе группировки косбезопасность в декабре месяце наверное так когда какой-нибудь западный журналист будет задавать неудобные вопросы и вот как раз тогда как сказал Песков эти самые элементы прямой линии будут включаться в большую пресс-конференцию Путин ссылается на высокую опасность заразиться но ведь ничего не решает его общаться с народом по скайпу как это делают со школьниками первого сентября так что мы так что дело вовсе не в вирусе а в желании не общаться с народом на сей раз вообще когда Путин общается с народом посредством видеосвязи и все это крутит по телевизору где это все допоминает культ сюжет культового фильма братьев амини сестер Вачевский В значит вендетта где диктатор некой абстрактной страны будущего а фильм вышел в 2007 году общается с народом только через телевизор тире монитор боясь вируса хоть фильм и вышел в 2007 году но оказался пророческим для России где В значит Владимир а фильм заканчивается тем что диктатора все таки свергают надеюсь пророческий фильм В значит вендетта про Россию окажется пророческим до конца и диктатора свергнут предварительно как в фильме В значит вендетта взорвав парламент эту государственную дуру вместе с депутатами но это все так высокие материи антиутопические романы пророчества про Россию а в реальности происходит вот что люди больные от кологии не могут купить в 63 года элементарное лекарство которого нет в наличии вот до чего дело дошло поэтому царь наш и не хочет общаться с народом потому что народ понимает что Путин это старый дряхлый трепач который ля-ля-ля тополя и ничего до народа стало доходить что прямая линия это четко спланированная показуха где президент как ребенок объясняет что все вокруг дураки а он хороший поэтому прямую линию и отменили и не факт что она будет в следующем году сейчас тут помет заявил Соловьев вы знаете да постоянно заявляет что вот бы возродить СМЕРШ ох как хорошо возродить СМЕРШ а сейчас я из-за того что у меня идет дождь на улице я плохо вижу текст у меня как раз таки лампа ну правда она не зеленая синяя лампа на столе ну в общем все как в антураже кабинета НКВД НГБ СМЕРШ в 30-х 40-х 50-х годах вот вы сейчас сами посмотрите вот оп оп лампа всех я вас выведу в новом сезоне на чистую воду всех вас патриоты России которые наворовали и утереть дома в Италии но к счастью в этом году вы не попадете в свои домики в Италии забуду пока еще потому что коронавирус так что живите в раше до этого я заканчиваю передачу до встречи на Ютубе и на других платформах